Все будет давать столько хопа, чтобы только понял ты, что в этом мире только нет ни хрена, кроме одной любви. Всем привет! С вами Культурная Среда, а мы опять практикуем студию в кальянных условиях. На этот раз однокоренные названия Хука Лаунж Культура. Находятся они на переулке Каширина, так же как и музей изобразительных искусств. Так что все у них тут культурненько. Выпуск немножко рутинный получился, не шибко насыщенный, но тем не менее он есть и можно посмотреть. Первая новость вовсе не новая, а шестидневной давности. О том, что 31 марта в галерее на Пушкинской открылась персональная выставка Владимира Ерышева. Мы там были, ну и, собственно, вот как все прошло. Очень много народа сегодня. Джин-тоник раздают. Жалко, я не пью. Ой, его даже в двух местах раздают. Со всех сторон. Вау, будешь? А вот, кстати, Владимир Ерышев. У него сейчас берут интервью. Не-не-не, ты не туда смотришь, Серега. Вот он, смотри, седой. Так, чек, смотри. Вот, видишь, два журналиста берут интервью. Серьезно, человек. Я пока стесняюсь к нему подойти. Вот, очень. Я вот подошла, но спросить стесняюсь пока что. Стеснительная, потому что... Пиджаки и галстуки. Да. Здравствуйте. Отлично. Как настроение у вас? Отлично. Как выставка? Очень, очень интересная выставка, очень красивая, хорошая работа. Это, между прочим, Марина Плющикова, галерист, очень серьезная женщина. С толком ничего не видит. А что такое каллиграфия? Понятие, можете сказать? Я не рублю. Для меня каллиграфия это что? Это написание, это линия, это черно-белый цвет. Ну, я думала, выставка немножко другая будет, немножко с другими работами. Теперь новость из рубрики «Глухой телефон». Заранее прошу прощения, если вдруг обидно кому станет. Если вдруг обидно кому станет, я не виновата. Мне позвонили на днях и попросили рассказать про какой-то благотворительный концерт в драмтеатре. Скинули архивом съемки, и я что-то не успела вникнуть в суть. Короче, как я поняла, вовсе это не концерт был, а репетиция спектакля о главном. За моей спиной происходит репетиция такого момента из жизни города. Вот просто так взяли и выхватили. А вот, кстати, что режиссер Саша Федоров про спектакль рассказывает. Судя по названию, спектакль о главном, и каждый, наверное, задаст вопрос, а что значит главное? И мы все понимаем, что главное для каждого оно свое. Для кого-то дети, для кого-то семья, для кого-то любовь. Для кого-то это одно целое, а вообще к концу длиннейшего интервью стало очень многое проясняться. В нашем киноспектакле о главном задействовано огромное количество семей. Семей разных, многодетных, многонациональных, многопоколенных. Короче, это киноспектакль со множеством непрофессиональных актеров. И они каждый день приезжают на репетиции. Главное, чтобы не пропускали и Станиславского читали. Вот главный герой у нас, киномеханик, он уже прочитал книжку Станиславского «Работа актера над собой», второй том. Я делаю упор не на то, чтобы создать какой-то характер на сцене, а пытаюсь вскрыть их индивидуальность. Просто вытащить то, что у них уже есть. А теперь про еду. Все же покушать любят. На этот раз бегемот проставлялся. Вот эти вот штучки вот сюда. Я тут распоряжаюсь, кто что кушать будет. Так, пиццу вот сюда. Отрежь мне, пожалуйста, мясо. Начнем, да, с подачи. Свининка. Хрю-хрю. Ты типа боишься, да, первым? Да нет, сейчас я тоже. Я не боюсь. Сок вообще нормальный, да? Вполне большой, мягкий. Мне кажется, не очень сочно, да? Свинины всегда не очень сочные. Ну да, да, это как бы нормально. Почему тогда вообще разговор о сочности, если у нас есть сок сочный такой? Не доедаете корочки, почему? Нет, я доедаю корочки. Я вот не ем мясо. Я поэтому элегантно его отсюда выковыриваю. Но мне нравится и так. Почему ты не доела? Я в процессе. Вообще, если честно, после буррита шоу, она уже как-то не очень. Помидорка вкусная. Помидорка, она и в Африке помидорка. Хотя нет, в Африке нет помидорок. Зимой купить всяких разных помидорок, то большинство из них окажутся вообще совершенно безвкусными. Они пластиковые, да. А эти хорошие. А это да. Внимание, сейчас здесь был буррита, мы его не успели снять, но сейчас про него будет отзыв. Все хорошо и очень вкусно. Вот то, что Карен ест мясо и куриный шашлык вместе с картофельным фри. Это блюдо с мангала. Наступай, как говорится. Кстати, не люблю белое мясо, но... Которое сухое, типа филе. Но вот это белое мясо, которое сухое, филе. И оно не сухое и вкусное. Классно. Я вот уже третью программу забываю вам рассказать про книгу Дениса Старостина. Денис это редактор наш, создает и редактирует всякие новости и публикации на геометрии. Заходит он как-то раз и кладет передо мной вот эту книгу толстую. Я, говорит, сам ее написал. Вообще очень мощная работа, потому что шрифт хоть не особо мелкий, но картинок нет. Серьезно, все. Мне вот такую большую тяжело прочитать будет, а он ее написал. Называется «Встретимся в темноте». Можно скачать в электронном формате в интернете. Так что говорите в углу, окей, и встретимся в темноте. Из анонсов у нас сегодня Насаев, Розенбаум и Гармаш. У Насаева в воскресенье мастер-класс, у Розенбаума, по всей видимости, концерт 8-го числа. А Гармаш 11-го апреля проведет творческий вечер филармонии. Ну и что тут скажешь. Среда пришла, неделя прошла. Хороших выходных, увидимся, всем пока.